Особое мнение на 101FM У нас прошли наши мероприятия, то есть заседание горкома проводили пленом, а полостной комитет собирали И в Москву вы ездили, да? Да, я буквально, получается, в субоскресенье вернулся с пленом от центрального комитета, где подводили итоги выборов уже федеральных Ну, довольны ли в Москве КПРФ кировским? Ну, мы, в принципе, 20 тысяч голосов мы прибавили Конечно, я думаю, что если бы компания проходила, ну, скажем так, более честно, что ли, более открыто, результат был бы выше Если бы явка была больше, у нас, по-моему, даже 50%, если я не ошибаюсь, не пришло Поэтому, как бы, в целом прибавка есть Если бы ЗАГСом ранее сократили фракцию, у нас сегодня была бы, я думаю, человек 5 А так практически ничего, то есть состав у нас, получается, ну, вот в этих словах не изменился То есть, ну, как бы, если на нас, когда было 54 человека, было 4, сейчас, ну, осталось при 40 депутатах осталось двое Но у нас в целом ведь есть в районах неплохие результаты, там, Кирово-Чапецк, где мы в ряде участков победили Где, в принципе, мы очень хороший результат показали Ну, я там сам шел к кандидатам Конечно, непобедный результат, но... Ну, видимо, вот зависит от того, как поработаешь, как покажешь лицо Да, у нас есть там и Вятскополянский район, где КПРФ много где победила То есть, в принципе, от района к району по-разному результат Ну, тут город Киров чуть меньше, может быть, дал нам голосов, чем планировалось Но, скажем так, тут ресурсы У нашей партии, если посмотреть, сейчас уже выкладываются финансовые отчеты на избирательные комиссии Мы в 20 раз меньше средств потратили, чем те, кто выше нас в списке находятся То есть, те, кто заняли второе, первое Поэтому я думаю, что... А если посмотреть результат по Госдуме, мы там от справедливо отстаем на 0,2%, что ли, процента Скажем так, результат сопоставимый в голосовании за партию Но, в целом, по стране программу поддержали Программа партии была очень активно поддержана Наши соседи Мариел, где партия победила В принципе, среди севера, где везде вокруг Кировской области В общем-то, у партии поддержка очень высокая А у нас-то почему по районам, на ваш взгляд, не получилось? Вон, Владимир Костин постарался у себя в Котельниче, смог, да? Может быть, и без больших финансов Ну, я по финансам не знаю, не смотрел, еще что-то не видел В одномандатном округе, в районе очень тяжело бороться, потому что у нас же кандидаты в основном... У вас еще и химики по ЧПС Да, у меня это был Уралхим, это кандидат от Уралхимова был Ну, теперь уже депутат, и по району то же самое Ну, это, конечно, здесь больше борьба с ресурсами То есть, встреч практически проводить не давали То есть, на все письма, которые мы рассылали с просьбой Ну, если нас, допустим, дают согласие Дальше уже можно было бы организовывать в каком-то формате Везде ковид, допуска нет, никуда не пройдешь, не пустят В районы некоторые приезжали, Сергей Павлович ездил Я знаю, что были моменты, когда приезжают в район, куда попасть нельзя И там где-то на улице собирались люди, на улице с ними общались Поэтому нет, были, конечно, некоторые там организации, которые давали возможность А так, там, получалось, что это просто борьба денег Кто больше баннеров закупит, кто больше автобусов обклеит, то больше газет людям в ящики натолкает Здесь понятно, кто собрал больше людей с финансовыми возможностями, тот результат и получил Но, опять же, плюс 20 тысяч голосов Да, может быть, конечно, хотелось бы больше, но это тоже результат Я знаю, что вот и в самой компании там ваши люди активно себя проявили в плане отслеживания того, как все происходило Потому что я в ЦУРе работала вот в этих как раз дни голосования И от вас было очень много обращений, и даже кандидат ваша приходила На сайте вот этот голос, если я не ошибаюсь, там, где карта нарушений Мы, по-моему, четвертый, ну, где-то вот в первой десятке мест занимаем по количеству жалоб Кировская область Смотрели по камерам, было очень много вопросов к происходящему То есть камеры, которые не показывают ничего То есть темноту по ночам, люди какие-то посторонние Причем вроде написано, что никого не должен быть на участке А там все подряд Были участки, где люди, я не знаю, ну уж извините, там, крестились в углу в ночи Что они там делают на участке, вообще непонятно А доступа нет Я вот приезжал в одну избирательную комиссию И вот мы приезжаем с полицией, стоим у входа Там что происходило? Там темно, ну, цвета нет, ничего не видно А шуршат какие-то пакеты, что-то непонятно, что происходит А внутри попасть не можем Мы с полицией постояли, полиция меня заявление приняла Внутрь мы не попали Но вот сейчас ответы приходят Поэтому, конечно, ну это было не только в Кирове Это было и в районах Мы же смотрели по камерам за всеми участками То есть старались отслеживать Ну или, конечно, то, что было в первый день Наши соцсети говорят про коронавирус Там еще какая-то волна, все растет А первый день голосования Толпы народу, никакой социальной дистанции Там был участок на филейке У них с утра больше сотни человек вломилась Потому что на заводе сказали проголосовать 7 до 9 А не толпой Какой там антикоронавирусные меры Поэтому, кстати, до сих пор никто Вот почему-то ответственность за это не понес Тему выборов хочу быстро проскочить Потому что она ушедшая Ну раз уж мы эхо, то мы, значит, немного об этом поговорили А теперь вот как раз давайте О тех самых антиковидных мерах Да, ну, во-первых, это QR-коды, да? Да То, с чем мы впервые столкнулись в нашем регионе И вот хочу вас спросить А насколько вот вообще важно и нужно было нам с этим столкнуться Действительные меры, на ваш взгляд? Ну, мне пока кажется, что все это деятельность ради деятельности Потому что, ну, условно говоря, общепит Кто похитрее был, они теперь просто вместо того, чтобы То есть нельзя же у них там в песку архоза зайти Но теперь еда на вынос продаем Внутри не заходите, заказывайте на входе Вам тут продукты отдают Получается, что, ну, никакой особой здесь Мы все равно все встретимся в торговых центрах, в магазинах продуктовых, в автобусах Поэтому мне кажется здесь, что в первую очередь Нужно было добиваться нормального исполнения тех требований Которые у нас Роспотребнадзором были предложены по защите А здесь с этими QR-кодами Ну, вот сейчас они создали очереди в больницах на эти прививки Там очереди в МФЦ Ну, и смысл мы сейчас просто берем и сгоняем толпы людей Ну, вот никаких дистанций, там нет никаких массов В МФЦ вы имеете в виду коды получать? Да, у тех, кто не пользуется телефонами У многих, кстати, проблемы с получением этих кодов Да, есть, я сам сделал первую вот эту Первую дозу, не знаю, в этой вакцины И после этого, ну, пытался добросовестно вести дневник на госуслугах И это, ну, просто что-то с чем-то То есть, там, по три, по четыре раза пытался заполнить все там поля Биснет? А, просто вылетает То есть, вот доходишь до конца, и оно ровно, например, на же отправке И просто вылетает, и надо заполнять заново Конечно, на пятый раз уже думаешь, да, ну, и вот этот дневник Смысл какой в этом? Поэтому с этим тоже есть проблемы Понятно, что там в районах, как это считывать? Там интернета некоторыми местами нет Каким образом они от QR-код будут проверять? Говорили, вот, есть телефон, можно просто камерой там направить, и все Там связи нет В принципе, от QR-код, чтобы получить один там ФЦ, там, стоит в районном центре Нужно в него ехать Ну, я не знаю, как это себе... Причем, времени на подготовку опять толком не дали И, насколько я понял, среди бизнеса тоже было много вопросов Сначала вы сказали, что вводим, а как, а что, а как сотрудниками быть, а каким образом это проверить? В общем, у постановлений непонятно прописано Даже в одной сфере возникают вопросы Поэтому никаких, вот здесь, в этом плане власть отработала отвратительно Разъяснительной работы толком нет И до сих пор, ну, у меня вот большая претензия была и по поводу всех этих прививок То есть, никакой информации получить нормально невозможно То есть, все какие-то догадки, все какая-то там... Ну, вот где-то, условно говоря, начались какие-то там побочные действия Ну, мне так повезло, что у меня там прям полный букет после первой прививки случился И вот сидишь в интернете и ночью листаешь А что делать? Потому что в листочке, который дали, ничего, кроме как, ну, просто переждать нет А там состояние было такое, что, ну, не переждать уже То есть, чувствовал себя совсем нехорошо Ну, это лично просто у меня так получилось У всех по-разному, некоторые даже и вообще никак не замечали, что у них с этим было Поэтому, не знаю, вот скоро годами, пока, по-моему, это просто удар по бизнесу внеочередной Знаю, что снизилось количество посетителей Да, очередливо, не для 70% То есть, даже в такие вещи там, как быстрое питание, где обычно много людей там присутствует Ну, люди активно от этого, то есть, скажем так, сопротивляются введению этого У нас звонков просто море было в понедельник, когда вот это все уже ввели Некоторые люди пропустили информационное, и были звонки, что это что происходит Давайте с этим бороться, давайте там все дружно куда-то там будем Все, нужно срочно сопротивляться, потому что как же так Причем звонков было очень много в АПКОМ, нашим депутатам приемные было много обращений Также было, когда ввели обязательно вакцинацию для сотрудников Здесь тоже большой вопрос, вот когда делал вакцину, там подписывается согласие добровольное Что ты добровольно даешь согласие на прорывки, вся там, вся ответственность на тебе И у меня появился большой вопрос, вот сотрудники звонили с разных предприятий крупных А каким образом? Я это делаю не потому, что вот сейчас я захотел, а потому что меня на работу иначе не пустят А я вроде не готов на нее не ходить И почему я должен подписывать добровольно? Могу я написать, что я там подписываюсь, конечно, но там меня попросили на работе Понимательно, что работодатель тоже не сам это придумал Ну тогда просто, может быть, вообще эти бумажки уже убрать То есть получается, что вроде как добровольно, но на самом деле не добровольно То есть зачем вот это все лицемерие, зачем какая-то вся эта двойные стандарты Вот это, конечно, людям не нравится Люди хотят в уши, если сказали, что всем надо, ну тогда ладно А если у вас вроде не надо, ну так тогда и зачем говорить о том, что это добровольно, но недобровольно Это по итогу работодателя в очень странное положение стало Да, и очень много негатива именно к работодателям Причем некоторые люди не хотят разбираться, кто там что придумал, откуда это пришло К ним же подошел их начальник, там приказ выпустил и все И сейчас получается, что, конечно, некоторые люди делают эти прививки не потому, что они там гражданская позиция, это здоровье Просто, что надо куда-то попасть, вот будем сейчас их все массово делать А проверка перед проверкой, ну вот не знаю, лично у меня было, что просто там температура, давление и все И просто поверили тому, что я написал в этом листочке Хотя, может быть, я чего-то не знаю Хотя у них же, у самих было сказано, что если есть антитела, то вроде бы не надо Что если вдруг ты сейчас болеешь, вроде бы не надо Ну как, если у вас есть антитела и вроде бы не надо, прививку вы не поставите, QR-код не получите Это да, это тоже да Но тут как бы большой вопрос, и был вопрос насчет тех, у кого метод вот Вот человек, если нельзя, допустим, делать прививку, он сейчас, получается, в этой ситуации Ну, заложник ситуации, то есть ему никуда нельзя попасть в эти все учреждения На работе таких, то есть должно быть там не более 20% И туда же должна входить куча народу, которая еще там не сделала эти прививки Вот получается, что человек, который вроде бы, может быть, и хотел бы ее сделать, но не может ее сделать Никаким образом в этой системе не учтен То есть ему никакую бумажку не дали, справку какую-то, наверное, я полагаю, что не дадут И вот он, ну я понимаю, что их немного, но все равно эти люди, получается, что вот на них как-то, как-то подзабыли про них А почему, интересно, вот столько времени уже прошло, да, есть опыт там других регионов В частности, там по QR-кодам у Москвы большой опыт Почему так и не получается выработать не полумеры, да, как их называют, а все-таки меры настоящие, действенные? Ну, полагаю, что здесь, конечно, делаются глядки, в том числе и на Москву Но в последний момент видят, что вот начался рост И вот нужно сейчас срочно-срочно что-то принять А мы же знаем, что там инкубационный период по две недели Вот эти меры, которые экстрем приняты здесь на недельку Они там когда-то потом сработают А в ближайшем-то перспективе ближайших двух недель мы все равно можем видеть продолжающийся рост Я, конечно, не врач, это со специалистами здесь Но здесь вопрос в том, что федеральный центр от себя просто, вот от гроб всю ответственность Если бы центр федеральный принимал все четкие там инструкции, как-то что действовать Тогда, конечно, было бы проще У нас просто получается, что сейчас президент хороший Он сказал, что все бы добровольно Что, конечно, просто выходные, что никаких годов не надо Что все замечательно, там на местах как-то разбирайтесь Ну, так и местная власть получается хорошая, потому что в итоге вся ответственность на работодателей Ну, они тоже постарались от себя так это, открепсти в сторону Пошли по премьеру федеральной За вакцинацию теперь работодателей отвечают, за QR-коды тоже? За QR-коды тоже, то есть, ну, у нас с эпидемией, с пандемией борются Не власть получается, а вот бизнес и население само по себе Сами себя пытаются спасти, хотя вот у соседней Белоруссии, которую можно посмотреть Я думаю, что многие, наверное, видели это видео, где Лукашенко собирал своих там министров И вот этот вот момент, где он спрашивал, что же вы тогда ко мне-то пришли там без масок Без ПЦР-тестов и на карантине не сидели И вроде бы как у них там, вот, то есть, ну, абсолютно, то есть, соседняя Ну, это не какая-то далекая страна, вот они радужком с нами, примерно в тех же условиях климатических живут А никакой такой резкой вспышки-то, в общем-то, вроде бы и нет Я вообще за то, чтобы увеличивали количество тестирований Если бы у нас была возможность делать массовый экспресс-тест на ковид И просто любой желающий мог там в какой-то центр обратиться И не за полторы тысячи там, условно, рублей, а бесплатно это делать Чем была бы больше выявляемость, тем было бы... То есть, если человек знает, что он болеет, он не побежит своим родственникам эту заразу разносить И мы бы сразу, то есть, их на старте этих людей ловили Я понимаю, что все это, наверное, очень дорого Но вот сейчас у них в итоге все равно они снова начинают выходные Бизнес там, миллиардные убытки Это надо бы как-то покрывать каким-то образом Это же бюджет опять потеряет деньги Они снова что-то пытаются там раздавать Хотя сильно не хотят раздавать И непонятно, кому там что будут раздавать То есть, вот эта непоследовательность Ну, это как же, так же, как было на старте Сначала ковид был не опасен, потом вроде снова опасен Потом вроде мы его победили, но вроде опять не победили Вот здесь, конечно, не хватает последователей Власть, чтобы вот все делало последовательно Ну и, конечно, нормальной работы и с бизнесом, и с населением Ну, не просто раз в месяц выйти, сказать А теперь у нас выходные, все расходимся Четко, чтобы органы компетентно разъясняли Что это такое, как с этим бороться, какие будут последствия А то пока только баннеры с ужастиками там Какие-то вещи висят в области там, где текст написан, что это безобразие Там не беспокоиться о себе А человек заходит в интернет, а у него там вся лента завалена Всякими там фейками и всем остальным И вот ему чему верить? Вот этому баннеру, где написано без каких-то логотипов, просто текст Либо там, вот моя знакомая, моей знакомой, что с ней случилось Ну, вообще, честно говоря, очень много тишины было И вот сейчас вдруг эта волна пошла, а до этого ведь... А мы уже вроде как победили его, у нас же нам было выборы провести Поэтому мы его победили Потом у нас вот перепись сейчас идет Ну, вот вроде как перестали побеждать Поэтому, ну, власть под свои какие-то текущие 7-минутные задачи Она подстраивает окружающую обстановку Надо будет, чтобы коронавируса снова не стало Ну, снова его не станет Снова мы его победим Пока следующая волна не потребуется А что касается там экспресс-тестов, да, действительно, наверное, было бы здорово, если бы там любой при там малейших признаках мог сделать, да, но с другой стороны, как вы говорите, там человек болеет, и тогда бы он не пошел заражать кого-то Ну, вот вы знаете, меня, честно говоря, очень сильно удивляет, и эти люди считают себя ответственными, потому что они с признаками ОРВИ, это и сейчас есть везде на каждом шагу, они идут на работу, они считают себя безответственными Я вот, может, я не имею, конечно, права высказывать свое мнение в микрофон, но я считаю безответственными людей Ну, нет, есть, есть такие, кто... Ну, тут, я так полагаю, что в большинстве своем это всегда связано с вопросами заработной платы и всего остального Как я не приду, зарплату получу меньше, надо кредиты платить, да тут еще работодатель там на встречу не пойдет Так же, как с вакцинацией, вот, случилось там повышение температуры на следующий день И вот, как бы, как я должен своему работодателю объяснить, почему я сегодня не пришел Вроде позвоню в больницу, там скажут, ну, это, у вас же вакцина, нужно просто переждать Оказывается, что, то есть, опять, ну, правда, все по словам Тут, не знаю, мне написали, когда я вот выложил этот пост о том, что... про свой опыт Мне там написали, что оказывается, что там можно куда-то позвонить, и тебе дадут какой-то электронный, этот, больничный Но почему я узнал об этом из социальных сетей, из комментариев, они мне в больнице, в этой бумажке, которую, да, я всю ее прочитал Там не написано этой фразы, что в случае каких-то проблем, там, позвоните вот по такому-то телефону туда-то, туда-то Потому что, ну, в свою поликлинику, чтобы записаться, люди по полтора часа, я знаю, что вот, дозваниваются И не дозваниваются никуда, потому что врачей тоже нет, но врачей сейчас большая нагрузка И они физически со всей этой нагрузкой не справляются Поэтому здесь, ну, конечно, надо с людьми работать Даже с теми несознателями, которые с признаками ОРВИ и всего остального ходят Значит, ну, тут работодатель должен не пускать То есть, если видишь, что человек... Ну, опять на работодателя, да, ответственность... Ну, в комплексе, то есть, все равно должна бы как-то и власть должна размести, и работодателя А то получается, что, вроде как, власть тут просто указ подписала, и на этом закончили мы свою То есть, а что мы еще можем сделать? Есть еще, кстати, такие несознательные, которые, болея коронавирусом, выходят из дома И сейчас вот их вылавливают, даже машины останавливают, домой приходят Единственное, что вот мы тут как раз вчера с друзьями обсуждали, как раз вот увидел, что видео, как машина ловит Ну, машина, допустим, ладно, но вот у меня в подъезде стоит домофон, где я могу с телефона открывать Вот если я буду находиться даже не дома, я, в принципе, с сотрудником поговорю И его просто в здание не пущу А еще есть люди, у которых домофона дома нет Обрезан домофон Им позвонят туда и, как бы, а что там? Ну, никто не ответил, они считаются ушедшими из дома или не считаются присутствующими дома? А кто-то не открывает дверь, потому что боится, не ждет никого Поэтому, конечно, нет, можно пойти по пути в Москву Но я понимаю, что мы, наверное, еще не дошли технически до этих возможностей, когда они там отслеживают как-то по телефонным приложениям Но тут тоже есть противники вот этого цифрового слежения за людьми, все-таки частная жизнь и так далее Тут вот надо, конечно, искать какую-то золотую середину, чтобы и полиция занималась все-таки своими прямыми обязанностями, которыми она должна заниматься А не бегала за больными коронавирусом по всему городу, там, по домофонам и по машинам Но и при этом, чтобы люди, действительно понимая серьезность положения, могли получать информацию четко, вовремя, а не ждать там Вот я до сих пор на вопросы, которые опубликовал, я специально отметил, в том числе и ЦУР, который обычно на такие посты реагирует До сих пор никакого ответа ни на один из своих вопросов не получил Вот абсолютно никакого, хотя они обычно, я знаю, что комментируют Ну то ли сильно загружены, то ли сказать нечего Ну я почему-то склоняюсь в своей позиции ко второму А вот по поводу, кстати, обращений к вам и звонков, да? Вот эта вот обязательная вакцинация, как думаете, приведет она, не знаю, ну пусть не к массовым, но в принципе к увольнениям сотрудников? Может быть, вам звонили на этот счет, какие это высказывали мысли? У нас в выборный период приходила группа граждан, они даже обращение целое оставляли насчет вакцинации своей позиции То есть они, в принципе, не против вакцины, мы тоже с ними тогда пообщались Я знаю, что они ко всем партиям приходили перед выборами, там тоже публиковали информацию Но нам они, то есть мы с ними когда пообщались, они прямо сказали, что мы не против в целом вакцинации, но мы против принуждения Потому что, как правильно сказал Геннадий Андреевич, даже шоколадка не всем полезна, а уж не говоря тут про такие серьезные вещи Поэтому, да, и были разговоры о том, что звонки были Во-первых, очень много было обращений, что нам делать, как нам, то есть как с этим бороться, потому что мы не хотим И было очень много информации, что если будут заставить увольняться, ну и напишут сначала, если отстранят, а потом пусть увольняют Я не готов, там человек боится еще что-то, но это тоже есть, но потому что в том числе информационная компания провалена в первую очередь Поэтому, ну и недоверенность, оно как ни крути, они могут сколько угодно там хвалиться конституционным большинством в Госдуме И большинство в ЗАГС собраний, но факт есть факт, 60% не пришло, а из тех 40%, которое пришло, уж у них явно не подавляющее Большинство за них проголосовало Поэтому им не верят и вот в эту штуку не верят Никто не верит, что там можно было на разрушенной медицине и науке совершить что-то стоящее Хотя, вроде как, ну вот я, в нас, в нашей среде, там, среди наших товарищей, я знаю, что люди, которые уже по три раза вакцину ставили Их вполне себе живые, здоровые ходят, ничего с ними не случилось Ну, вы ведь после первой дозы тоже пока без QR-кода ходите, да? Ну да, чтобы получить QR-код, надо будет делать вторую Я, правда, после того, насколько все тяжело было после первой Так, как-то вот, не знаю, хочу проконсультироваться там все-таки с терапевтом, когда приду Потому что, ну, это для меня почему-то, не знаю, как-то, ну, я понимаю, что все индивидуально Вот у меня очень как-то все сильно по мне ударило Времени уже немного остается, поэтому буду менять тему Ну, вот еще одна там новость последних дней, самая обсуждаемая, наверное, отмена списков Идея об отмене списков в Гордуме Вот, ну, самый, наверное, простой вопрос, начнем с него, да? Это зачем, на ваш взгляд? Ну, мне кажется, здесь все просто У нас перед каждыми выборами власть всегда меняла правила игры Она постоянно это делала, законодательство избирательное меняется постоянно Не сейчас, вот, допустим, Панфилова уже заявляла, что члены комиссии с совещательным голосом Мешались на этих выборах, и надо бы, наверное, что-то с ними сделать Ну, потому что наблюдателя ставить очень тяжело Там нужно на несколько дней подавать списки А члены комиссии мы назначаем день в день Он спокойно приходит и ведет свою работу Плюс прав очень много Вот сейчас этим возможностью контролировать они будут бороться Ну, то же самое на местном уровне То есть, есть пример там, условно, в Ульяновске, где была Ульяновская городская дума Также сделали одномандатное округа И Единая Россия взяла стопроцентное большинство Ну, или у нас Кирово-Чапец, 16-й год Меняются многомандатные округа на одномандатные Единая Россия берет большинство Ну, в Чапецке это и маукнулось за пять лет Все проблемы, какие были в городе, их было много Они полностью на плечах, там, партии власти и там, и главы, которые представляют их и всех депутатов С ЖКХ там у вас вообще сейчас что-то попало У нас много с чем что-то попало Без воды постоянно И с дорогами, да, и без воды мы четыре раза за год сидели Полностью весь город попадался на это И сейчас седьмой школой там проблемы Вроде как решаются, но факт есть факт Все-таки проблема эта образовалась Поэтому и в Кирове сейчас они пытаются То есть, они понимают, эти выборы показали В Кирове оппозиция набрала очень много голосов суммарно Единая Россия здесь никакой половины близко не видела По многим участкам, здесь есть участки, где КПРФ победила, где ЛДПР победила Справедливая Россия набрала даже, по-моему, где-то есть участки, где новые люди набирали в городе Кирове Все не понимают, что если оставят под списки, то, думаю, будет не такая Не могут большинство-то и не получить Но при этом показали ведь выборы в ОЗС и то, что одномандатники очень хорошо Ну, я полагаю, что здесь в этот раз просто не состыковались Тут было несколько разных команд, которые сами по себе работали Я полагаю, что работу над ошибками власть приведет К следующим выборам они, может быть, более собрано пойдут И это, конечно, ну, хотя, да, факт есть факт Ну, тот же Кирович Песк, конечно, большинство все равно осталось у Единой России Но были те же самые одномандатные округа И половина, примерно, округов, где кандидаты от КПРФ отставали Там было 3 голоса, 20 голосов, там 30 голосов Но это совсем маленький разрыв От представителя власти, у которого огромные были На каждого из них немалые средства были потрачены, это было видно А у нас кандидаты шли даже не открывая счетов некоторые Потому что, в принципе, средств нет для ведения компаний И они получали очень высокий результат Поэтому, ну, и здесь, мне кажется, что Это, ну, вот они сейчас там оправдывают всякое Что там человек, он ближе к своему округу, решает его права Должны знать в лицо своих кандидатов Боюсь, что этих одномандатников никто так в лицо и все равно не знает Которых они там пытаются каждый раз протащить Ну, там, какую-то их часть зная Ну, во-первых, условно говоря, в Кирове, да и во многих районах Ведь одномандатники набрали там 130, там с чем-то процентов 40 Получается, 60% избирателей при этой системе Оно, в принципе, своего представителя в Гордуме иметь не будет То есть, вот, больше половины населения Они вроде голосовали за тех, за кого бы хотели видеть Но их никто в Гордуме представлять вообще не будет То есть, сейчас в Заксобрании по спискам есть Условно говоря, даже у партии пенсионеров, те, кто за них голосовал Хотя бы одного своего человека, но они получили А в этой ситуации это уже будет невозможно Ну, и плюсом ко всему, вот, за эти пять лет, сколько Гордума существовало Довыборы были то ли в четырех, то ли в пяти округах Я сам дважды участвовал на довыборах Получается, что мы каждый раз за счет того, что вот Одномандатник куда-то там делся Тратим бюджетные средства и проводим довыборы В случае, если бы были партийные списки, человека просто бы заменили из списка партий Ну, и люди же голосуют В том числе, это было бы правильно, конечно Вот это то, о чем Нас и Геннадий Андреевич тоже очень часто говорит О том, что выборы, это должна быть борьба программ Не лиц каких-то, не их денежных возможностей А все-таки борьба программ То есть, идет группа людей Которые как-то предлагают изменить город Никакие одномандатники, которые там Ну, или словно самодвиженцы, которые подставляют там один какой-то свой округ Но они вот точечно знают Сколько там скамеек надо поставить И там дорожек отремонтировать Но это же не глобальное управление То есть, не стратегическое видение Как должен развиваться город Ну, я понимаю, что может быть там на сельском уровне Можно так, что одномандатники Там сложно с партсписками Это будет организационно тяжело очень Все это проводить Но там эта возможность есть Но все-таки областной центр Полумиллионный город Мне кажется, это неправильно Здесь переводить нас вот в этот уровень Когда наши депутаты превращаются Ну, вот это в Москве есть муниципальные депутаты в районах Которые вот этим занимаются Вот этими лавочками, скамеечками и остальным А есть все-таки Мосгордума Которая решает свои вопросы глобально Кстати, тоже пример неудачно Смены на одномандатные Поменяли и, пожалуйста, получили сейчас себе Ну да, у них пока большинство Но им совсем там неспокойно Хотя есть, конечно, сейчас электронное голосование Оно свои вносит коррективы Поэтому мне кажется, что Они могут сейчас в любой ситуации Просто завести вот в эту ловушку Они могут выжать результат Да, может быть, при низкой явке Добить к себе подавляющее большинство Просто в следующем избирательном цикле С них избиратель спросит И уже может повториться 2011 год Может быть, более кардинально изменится избирателю В случае, если он не может бюллетенем изменить Начинает радикализация Летят кирпичи и так далее Поэтому все-таки я за то, чтобы здесь был диалог И чтобы вот Это существующая партийная система Которая все-таки хоть как-то это все стабилизирует Это вот то, что происходит вокруг Все-таки, чтобы ее совсем-то в сторону не отодвигали А то получается, что партия просто задача Выдвинуть одномандатник И она дальше вообще никак в выборах участвовать не сможет То есть все, мы выдвинули И вроде как все Зачем тогда вообще партии нужны? Для чего люди в них? Кстати, высказывается эта мысль-то давно Что зачем они вообще партии-то нужны? Все-таки тут нужны Потому что вот эти вещи Программного, то есть глобального развития региона Страны в целом Тут не может один человек это решать Это все-таки какие-то коллективные выработки решений На Щепеть какое-то ручное управление получается Ну да, получается У нас получится, что просто законодательная власть Окончательно будет в руках исполнительной То есть будет условный глава администрации Или там представитель правительства Просто выносить какие-то решения на Думу А там будет сплошное добрям Ну вот это, кстати, было в Чепевске Где обсуждения толком не было Там заседания проходили быстро Никто толком не мог получить информацию Что же происходит Вот сейчас там есть наших несколько представителей И Дума резко изменилась Да, у нас там всего сейчас конкретно два депутата В Чепецкой городской думе И прям видно, что глава вынуждена И замечания делать администрации Требовать с них А потому что теперь уже все Теперь уже не скроешь, не спрячешь Умолчать не получится Есть люди, которые выйдут из стен Думы И скажут, как оно все было Как оно все происходило Прервемся на рекламу сейчас И продолжим после перерыва Продолжается программа «Особое мнение» Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова В гостях у нас первый секретарь Кировского обкома Ленинского комсомола Первый секретарь Кировского горкома КПРФ Михаил Кремлев Михаил, начали мы с вами обсуждать Идею, которую высказала Елена Ковалева Об отмене списка в Гордуме Но есть Елена Ковалева у нас представитель Единой России Я напомню И есть среди ее коллег Как говорят Этой идеей недовольные Потому что эти люди Прекрасно понимают Что им, скорее всего Как одномандатникам Не пройти А по списку Они бы, может быть, и заскочили Вот Как вы Думаете Эти люди Они могут Как-то повлиять На принятие решения Ну, вообще Понятно Их опасения Потому что, ну Действительно Город Киров показал Что если уж Главарач областной больницы В одномандатном округе Не смог пройти То значит Практически тут Любой человек Какой был он там Богатый, что ни был Может и одномандатный округ Поиграть в этих условиях Когда, в общем-то Единой России Все сложнее Мобилизовывать Свой электорат Да даже тех Кто вроде как Им подконтрольный Они могут И по-другому проголосовать Вот их пригнали В первый день Они взяли И галочек неправильно Понаставили Не за тех За кого вроде бы Может быть бы и надо Поэтому опасения Здесь предельно ясно И понятно Тех Тех Кто против Выступает У них Насколько они Это кажется Здесь влиятельным Это большой вопрос Потому что я думаю Что вряд ли Глава вносила Этот вопрос Ни с кем Не посоветовавшись И не будучи Уверены Что они это Все смогут Продавить Но я думаю Что конечно Какие-то изменения Они могут постараться Сюда внести Потому что Может быть допустим Не полностью отменить Одномандатные А пойти Пути ЗАГС собрания Просто сократить Количество Одномандатных Этих Списочную часть Потому что Все равно Есть какая-то Пол людей Которые Не хотели бы Заниматься Вот этой Возьней В одномандатном округе А все равно Это надо Агитацию Ходить Встречаться Зачем Это все надо Можно просто Встать на проходное Место в список И спокойно И забраться То есть все равно И там у них Такие есть И в ЗАГС собрания Такие у них нынче Товарищи Проходили Ну Они конечно Не товарищи Но в общем Понятно Вот Может быть в этом Пойти Либо могут сделать Как это Было когда-то Не одномандатное А многомандатное Круга Когда Ну чуть попроще Все-таки здесь конечно Сейчас придется город Натребить на маленькие Кусочки Где по 10 тысяч Сбирателей Ну вот если посмотреть Само вот это Внесение изменений В устав Там именно слово Одномандатный Прописано Ну вот Понятно Поэтому вот будут Тут Владимир Журавлев Вот эту идею Высказывал Да Она интересная О том что допустим Два человека Могут Да Пройти Есть у нас же в районах Так сейчас У большинства районов Вот такая схема Многомандатных округов Может ли такое быть С учетом того Что вот Уже в документе Слово Одномандатный Прописано Или все поменять Не поздно Ну скажем так У них же сейчас будут Вроде как Общественные слушания И они могут Одна скажет Да мы услышали Граждан Которые посылали Множество нам сообщений И решили Что вот так Будет удобнее И комфортнее Там как это еще Обычно на федеральном уровне У нас же есть примеры Когда выходит человек На трибуну И тут же вслух Звучивают какие-то поправки А потом обновляются Сроки президента Вот здесь могут Что-нибудь такое же Выдумать Но скорее всего Если она уже То есть Если это внесено Прям главой Значит это все согласовано Значит не будут продавливать Это до самого последнего момента Ну вот смотрите А двух-то Мандатные округа Это же для единой России Получается Ну всего лишь половина Ну для них Это тоже конечно риск Потому что Человек занявший Второе место Депутат А второе место Зачастую Вот что показывают районы Не все-таки занимают Оппозиционные кандидаты Либо если только Они будут Каких-то своих Самоводвиженцами Да Продвигать Ну пример Москвы Опять же В этом году Когда они в округа Выставили Самоводвиженцев Которые шли Как команда Собянина И они сейчас там Эти самоводвиженцы Вот про которые Кстати И Береснев тоже говорил Что вот есть же самоводвиженцы Что с ними делать Ну вот в Москве Были самоводвиженцы Из них часть Единой России Часть справедливая Часть новых людей Ну вот вам и самоводвиженцы Да и тут же Сразу после выборов И по фракциям Разбежались Поэтому Скорее всего Здесь конечно Они будут давить До последнего Вот свою позицию И здесь Важно что скажет В том числе и население То есть если люди Будут участвовать И в этих Общественных слушаниях Если будут посылать Сейчас главе Свои предложения В ее приемную Там В приемную главу города Тогда Может быть что-то изменится Если он будет Ярким Жарким То сложно будет То скорее всего Единая Россия Просто может понять Что в следующем Если будет Активное противодействие Могут понять Что много людей Против И можно так Одномандатное Кругато в большом Количестве Проиграть Можно не только Не получить себе Подавляющее Большинство Можно в принципе Себе даже Половину не получить Поэтому здесь Тем более сейчас Я знаю что у них С комиссиями Все сложно Те кто Как считается Традиционно Делают результат Уходят Многие То есть очень много Людей из комиссии Выходят И звонки были Что люди Вот в этом Поучаствовав Больше не хотят С этим связываться Потому что То что нынче было С этой рогневкой Так Апанфилова Считает что это Классная идея И все рады Комиссии Максимально недовольны Мы сколько ездили В дни выборов Негативных отзывов Мы получили На каждой В каждой комиссии Получали негативный отзыв Куда мы приезжали Поэтому я думаю Что здесь Они Источники воздействия На выборный процесс У них тоже Потихонечку сокращаются Тем более Вот эти их сами Ограничения Которые они наводили Это только у нас По-моему в области Вообще в принципе Не описано То есть массовые мероприятия Запрещены И даже нет Границы Сколько можно собираться То есть есть регионы Где Допустим до 50 человек А какие-то акции Мероприятия Можно проводить У нас в регионе В принципе запрещено Вот мой опыт Когда я судился За городской администрацией Насчет массовых мероприятий Вот он показал Что А никак Согласно нашему обосновлению В области провести Можно только Ну вот Как некоторые там товарищи Проводят митинг На 3 человека Проводили Сейчас там стоят кубы И все И в администрации Тоже ничего не проведешь Несколько минуток У нас осталось Сменю тему Вот еще одна Инициатива Кстати Обсудим ее Сейчас Во время Заседаний Не только Пленарных заседаний Но и Во время заседания Комитета В ЗАГС Собрания Собираются Перекрывать Движение На небольшом участке По улице Московской Для того Чтобы там Как я понимаю Парковались Депутаты Я тоже так это понимаю Вот это Что за Привилегии Или что это Столько лет Вроде бы Без этого работали Батерские замашки У кого-то похожи Ну не знаю Просто У нас в Кирове В принципе Большие проблемы С парковкой машин Полагаю Что депутаты Тоже их испытывают И они решили себе тут обустроить местечко Чтобы никто не парковался Может еще кому-то тогда Заодно Не знаю Люди вот в больницу Приезжают на машинах Им негде парковаться Не знаю Вот у нас спикеры приезжают Поэтому правительство Всю парковку заняло Своими машинами А нашим спикерам Парковаться негде Вот мы пытались Какое-то время назад У нас У обкома На Орловской Там Очень-то Улица оживлена Там постоянно Все заставлено машинами А все-таки У нас приезжают Дети войны Маломобильные граждане И иногда там Материал там Магнитационный привозят Который надо выгрузить А машину просто Поставить физически негде Мы пытались Каким-то образом Себе согласовать Чтобы какой-то Хоть малюсенький Участочек Нам тут был оставлен Ну хоть как-то Что можно сделать Никаких инструментов нет Сейчас администрация Поставила знаки Про парковку На четное и нечетное И там вообще Просто коллапс Сейчас там Машины как попало Где попало стоят Ну зато радостно Эвакуатор всех вывозит Я так полагаю Здесь тоже надо будет Радостно колесить эвакуатор И может быть Кого-то лишних забирать Ну не знаю Это все Барские замашки Тут какие-то Власть по-моему Не тем занимается То есть Вот если это Новая избранная Себя дума То есть аппарат Сейчас вот Под руководством Нового председателя Решили вот так сделать Ну конечно Это не то С чего нужно было начинать Нужно начинать было С чего-то явно другого Поэтому Я вот эту инициативу Категорически не поддерживаю Нужно в принципе В городе разбираться С парковочными местами Если у вас тут не хватает Так вы выйдете чуть подальше И поймите Что их в принципе Везде вокруг Там центра не хватает Две минутки у нас остается И два дня Кстати остается До дня рождения комсомола 29 октября Он отмечается Вы в Кировской области Как-то этот праздник Отмечать собираетесь Ограничения вам помешают Не помешают Ну конечно Ограничения вводят Свои тут определенные нюансы Но у нас всю неделю То есть мы начали с того Что у нас 24-го Там был субботник Памятника жертвам Царского террора А сейчас ежедневно У нас проводятся Какие-то небольшие мероприятия Вот сегодня у нас Коглый стол по проблемам Актуальным проблемам Молодежи Кировской области Там Киновечера И так далее И так далее То есть мероприятий Сейчас будет Маленьких Таких Где мы понимаем Что массово Собрать не можем Поэтому там Со старшими товарищами Соберемся И ребят Как-то постараемся По районам Отметить Поэтому В таких вот В малых формах Которые нам позволяют Эти коронавирусные ограничения Проводить Конечно проводить будем То есть где-то И их студенчество Выйдем В каком-то формате Поэтому я думаю Что нас Кто внимательно Будет наблюдать За ними в красном городе Нас увидят За эти дни А если вообще Вот о планах На ближайший год И я вот Все в прошлый раз Мы с вами говорили Да О том что Комсомол это нечто Современное Не надо здесь СССР вспоминать Вот не знаю Какие-то тренды Вы ловите Какие-то проекты Может быть На ближайшее время Интересны Сейчас готовимся К следующему Уже тут сезон Учебный год начался Начали общаться Со школами Главный тренд На то что Все устали От онлайн формата Мероприятий И нас все Просят массово Что давайте В хоть каком-нибудь Но все-таки В очном варианте С ПЦР тестами Как угодно Но давайте Все-таки в очном И сейчас будем Это продумывать Как в этих условиях Мы понимаем Что пандемия Это еще очень надолго Поэтому будем искать Формы и методы Потому что От онлайн Уже все-все плюются Уже всем надоело И школам И учителям И студентам Всем хочется Что-то живого Что-то очного Может быть Где-то будем К ним выезжать В рамках самой школы Они имеют право В себя в закрытом коллективе Будем тесты Мучить только Своих товарищей Заканчивается На этом наше время Спасибо Михаил Вам большое За разговор Доброго дня вам Доброго дня Слушателям Спасибо До свидания Особое мнение На 101FM